Всем привет! Сегодня занимаемся кроватью. Будем делать для нашей спальни кровать из массива дерева. Массив используются со сна. Кровать я буду делать сам. Все процессы более-менее постараюсь показать на видео, насколько хватит памяти в камере. Что-то мы уже начали делать с женой до того, как начали снимать видео. Это я собрал каркас кровати из брусков 50 на 50 миллиметров. Длину брусков я заказывал по 2 метра. Все это было у меня в том же количестве материалов, которые я заказывал и для шкафа, и для кровати это будет использоваться, и для кухни это будет использоваться. Плюс там еще собираемся сделать полки некоторые. Стоимость общая пиломатериала где-то вышла мне с доставкой 5600 рублей. Ну, вроде бы как относительно недорого, мне так кажется. Хотелось бы, конечно, сэкономить еще больше, но я считаю, что по отношению к тому же самому Леруа Мерлин, где за одну рейку просят длиной 2 метра 80 рублей. Это дешево, потому что одна рейка мне где-то вышла в районе, там, по-моему, 30 рублей, длиной 3 метра. На перекосины я ставил рейки, потому что кровать шаталась. Как сделать ее прочной, я просто-напросто не знал. Поэтому я использовал рейки для усиления конструкции, чтобы она не болталась ни вперед, ни назад. По итогу мне пришлось докручивать саморезы еще на 2 раза в каждый угол, потому что кровать, она все равно болталась после того, как она усохла. Я думал, что материал подсох, но оказалось, что он не очень был высохший, и пришлось докручивать, в общем, снова все. Главная мысль была о том, как усилить центральную часть конструкции, как ее сделать. По итогу у меня заканчивалась память, и сейчас вы видите уже саму кровать в состоянии почти готовой. Поставлю сейчас рассказать, как я что делал, чтобы было понятнее и нагляднее. Ну вот, с правой стороны видно наш шкаф, который я почти доделал. Это будет шкаф-стеллаж. Как получится по итогу сделать, не знаю, но в голове очень красивая картинка. Сейчас постараюсь показать сам образ будущего шкафа. Увидите его с правой стороны. Теперь сама кровать. Изголовь я сделал также из доски. Сплошную делать не хотел, потому что как-то было неинтересно. Вот эти те самые укосины, которые я ставил. Для того, чтобы усилить конструкцию по итогу, я все-таки добавил там еще больше этих укосин, так как боюсь, что мы можем разломать эту кровать. Ламели я делал частично из доски. Частично я их делал из старого шкафа, который у нас остался. Старый шкаф я также использовал для того, чтобы сделать ящики. Потому что от доски это был бы слишком большой расход. В принципе, там не видно было бы, что там снизу находится. Поэтому я использовал дверцы старого шкафа. Из досок я сделаю дверки, чтобы можно было выдвигать и задвигать их. Между батареей и окном, вернее, между стенкой дома и кроватью будет у нас выложен небольшой стеллаж. В конечном видео вы увидите, как это будет все выглядеть. Мне кажется, вполне себе красиво, симпатично, потому что оставлять пустое пространство просто смысла нет. Потому что оно никак не будет использоваться. Ну и там еще кусок линолеума будет видно, который у нас остался. Здесь у нас будет лежать кровать. Матрас, вернее, матрас у нас толщиной 16 сантиметров. Как раз-таки хватает того, чтобы все перекрыть. Вот те самые, опять же, у Костины, которые я сделал из брусков. Пилил под углом 45 градусов, ставил на один брусок и запиливал. Вот эта вот досочка, по ней будет у меня ходить жена, потому что она будет спать с края. Досочка также усилена, на самом деле, вполне себе крепкая. Я сам по ней ходил, вес мой спокойно выдерживает. На этой стенке мы сделаем пластинки. И грамм пластинки у меня будет висеть. В коротеньком видео уже было видно, как это все выглядит. Я уже их прикрепить успел, на самом деле, прежде чем доделал этот ролик. Вот те самые, опять же, укосины. Это самый, наверное, главный момент. Потому что на Ютубе я не нашел толкового наставления о том, как сделать углы, чтобы ничего не болталось. Ну, были какие-то ролики, но они странные. Для молодой пары, мне кажется, те бы кровати просто не выдержали. А для нас такое решение самое то. Вот такие вот ящики я уже сделал сегодня для нашей кровати, чтобы можно было выдвинуть их и положить туда лишние вещи. Колесико выглядит вот таким вот образом. Делал я шкаф из подручных материалов. То есть старые шкафы, которые здесь были, я их разобрал и частично использовал на то, чтобы нам сделать новые шкафы для нашей спальни для кровати. Окончание этапа процесса изготовления кровати вы увидите уже, наверное, в следующем ролике. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Пока.